МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Горожане выступают с проектами. Ученые предлагают использовать технологии птиц, а многодетные семьи получат участки, если расширить город. Эти и другие сюжеты сегодня в Больших новостях. С вами Андрей Раев. Здравствуйте. Но в начале главные новости недели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Карельский парламент в первом чтении одобрил проект бюджета на 2020 год. Больше половины доходов планируется направить на поддержку социальной сферы. Впервые в бюджете предусмотрены средства на дополнительную социальную выплату к пенсии. И теперь мы сможем профинансировать дополнительные выплаты пенсионерам для достижения уровня пенсии прожиточного минимума. У кого они не достигают. Эта мера поддержки коснется почти 25 тысяч жителей республики Карелия. Финансирование нового центра скорой медицинской помощи будет на 30% больше, чем сейчас получает Петрозаводская станция скорой помощи. Об этом сообщили на заседании рабочей группы по вопросам реорганизации БСМП. Предусматривается увеличение бригад скорой медицинской помощи с 20 до 28 в соответствии с рекомендуемыми штатными нормативами. Туристический потенциал Карелии и пути его развития обсуждали в среду на форсайт-сессии, организованной правительством республики и агентством стратегических инициатив при поддержке корпорации развития Карелии. Мы нацелены не только на привлечение туристов к нам в республику, но и сохранение природных территорий. Мы хотим, чтобы посещение большого количества туристов никаким образом не наносило какой-то вред нашей природе. Первые цифровые избирательные участки появятся в республике в следующем году. Об этом в четверг сообщил член ЦИК России Евгений Шевченко. Он приехал в Петрозаводск с рабочим визитом. Установить цифровые избирательные участки решено в Сартовале в связи с тем, что там в 2020 году пройдут выборы в городской совет. Депутаты Карельского парламента рассмотрели обращение Совета Кандапурского района о многочисленных появлениях медведей в населённых пунктах и садоводческих кооперативах. Документ, увеличивающий число возможных отстрелов медведей, уже рассматривают в Министерстве природных ресурсов России. Министерство природных ресурсов приняло решение, чтобы увеличить количество результативности, так сказать, увеличить процент изъятия этой особи до 30%. То есть, если сегодня, по сути дела, мы увеличиваем возможность выдачи разрешений на отстрелы медведей в два раза. Рабочая группа Министерства образования подвела итоги анкетирования по месту возможного строительства коррекционной школы-интерната. Большинство родителей выбрали Куковку. Консультации по всем возможным вариантам продолжатся в течение месяца. Сколько-то запас небольшой времени для принятия решения у нас есть. И уже вместе с родителями будем принимать решения после того, когда специалисты по земельным вопросам дадут нам окончательный ответ. Есть реально сегодня земельные участки, которые в ближайшее время можно использовать. Карелия готовится к участию в пятом национальном чемпионате «Обилимпикс-2019», который пройдёт в Москве с 18 по 22 ноября. Управление труда и занятости совместно с Министерством образования и Карелии подготовило команду из 33 человек. Специалисты одной из ведущих российских академий футбола побывали в Петрозаводске. Мастера из спортивного интерната Чертанова провели семинары для карельских тренеров и мастер-классы для футболистов. Полицейские, которых обвиняют в халатности по делу Петрозаводского маньяка, пойдут под суд. Им грозит до 7 лет лишения свободы. Следком Карелии завершил расследование уголовного дела в отношении трёх стражей порядка. Руки вверх! Всё, что вы скажете, будет использовано для облагораживания города. Инициативные горожане представили в мэрии свои проекты по благоустройству Петрозаводска в рамках программы поддержки местных инициатив. Тут же провели и голосование. Что предложили активисты и что выбрали, петрозаводчане узнал Данил Ченёнов. В мэрии обсудили проекты горожан по обустройству города, строительство скейт-парка и площадки для выгула собак, реконструкция Зарецкого кладбища и территории школы номер 43, ремонт пешеходных и беговых дорожек. Такие инициативы вынесли на голосование. В нём приняли участие 277 человек. Прошу проголосовать. Счётчиков прошу посчитать. Что за то, чтобы поддержать данный проект? Попали в тройку победителей следующие проекты. Кирилл Прохоров пришёл отстаивать права любителей экстрима. Они бьют тревогу. Колёса скейтов, велосипедов, самокатов и время износили площадку возле стадиона «Юность». Она существует уже 10 лет. Молодёжь считает, что реконструкция скейт-парка поможет развитию спорта в Карелии. Недаром недавний скейтбординг стал олимпийским видом. Проект набрал 132 голоса и вызвал бурное обсуждение. На площадке пьют, курят, матерятся. И это происходит и днём, и ночью. То есть, вот хотелось бы, чтобы в этот проект были включены именно вот эти моменты. Скоро стадион «Юность» будут реконструировать. В том числе, обнесение территории забором и установка камер скажутся на безопасности площадки. Если вот этот скейт-парк не будет построен, то все скейтбордеры, я так понял, что просто оккупируют музыкально-драматический театр и всё там разрушится. Людмила Курласова выступила от лица жителей окрестностей улиц Хейкани на Ярославской. Они уже несколько лет ходят на остановку общественного транспорта окольными путями по узким дорожкам. Зимой они превращаются в каток. Межсезонья – грязевые источники. Инициативные горожане уже обращались в администрацию, собирали подписи. Их проблема вызвала сочувствие у большинства собравшихся. За проголосовали 157 человек. Большее количество голосов, 168, получил проект по благоустройству территории школы номер 43. Директор учебного заведения поведал, что большие территории вокруг школы пустуют. Александр Ханцевич предлагает организовать здесь зоны отдыха для учащихся и вообще для всех жителей Древлянки. Обустроить дорожки, поставить скамейки, оборудовать детскую и спортивную площадки. Предложение Раины Чичуа – проложить беговую дорожку в парке радиозавода, инициатива по облагораживанию Зарецкого кладбища от Юлии Дмитриевой и проект строительства площадки для выгула и дрессировки собак Глеба Мамаева вызвали меньше сочувствия у горожан. Но и их администрация возьмет на карандаш. Потребности петрозаводчан в будущем могут обсудить в рамках других программ. Победители же отправятся на республиканский отбор. Теперь вот эти три проекта, которые были сегодня выбраны на собрании граждан, инициативные группы по этим проектам должны будут оформить заявки, подготовить пакет документов на уровне республики. Они пройдут очередной этап конкурса и будут либо выбраны для реализации, либо нет. На этом этапе, он состоится в феврале 2020 года, проекты будет рассматривать специальная комиссия. В ее состав войдут и представители общественности. Один из главных критериев – не менее 10% финансирования должны обеспечить заинтересованные лица. 60% на себя готов взять республиканский бюджет, 30% – городской. Если инициативы горожан пройдут и эту ступень, то их начнут воплощать в жизнь в следующем году. Данил Чиненов, Владислав Будников, САМПО ТВ, 360. В законодательном собрании Карелии рассказали о внесении изменений в генеральный план Петрозаводска. Если удастся расширить границы города, то сотни многодетных семей смогут получить долгожданные земельные участки под строительство жилых домов. Среди них и герои нашего сюжета. Семья Лосевых из Петрозаводска – это четверо детей – мама, папа и бабушка. Когда детей было двое, им пятерым хватало места в трехкомнатной квартире на Ключевой. Потом родился третий, и они решили попытать счастье и воспользоваться законным правом получить участок для строительства дома. Когда родился наш ребенок, в конце июня 2013 года мы собрали документы, все и в августе встали на очередь. Это 2013 год. С того времени мы стоим в очереди, и участка мы так еще не получили, ребенку на сегодняшний момент 6 лет. Сейчас Лосевых уже семь человек. Живут в четырехкомнатной на Древлянке. А это для такой компании тоже тесновато. В 2014 году в очереди перед Лосевыми было около 900 семей. Сейчас это несколько тысяч человек. В такой очереди не только многодетные семьи, но и другие льготники. Узнать свою позицию в очереди непросто. Я как раз недавно на прошлой неделе дозвонилась в управление земельных ресурсов, долго не могла дозвониться. Они сказали, что после 10 ноября откроется запись на декабрь, чтобы я узнала номер своей очереди. И мне тогда покажут, что будет предлагаться вообще в будущем, какие есть варианты. Такое медленное движение очереди – результат того, что в городе просто не осталось свободных земельных участков для выдачи. Сейчас Петрозаводск стоит на пороге расширения своих границ. О работе, проведенной по внесению изменений в генеральный план города на заседании Комитета по экономической политике ЗАГС Собрания Карелии доложил замглавы Петрозаводска Евгений Перов. Нам удалось согласовать проект изменения лесопарковых защитных зон с Рослесходным, что, собственно, позволило нам выйти на финишную прямую и приступить непосредственно к реализации внесения изменений в генеральный план города Петрозаводска. За старелую социальную проблему городу помогают решить депутаты законодательного собрания. По словам председателя Комитета по ЖКХ, параллельно с территориальной проблемой нужно решать проблему подготовки инфраструктуры в новых районах. Депутаты как раз и задавали вопрос представителю администрации Петрозаводска, а сможет ли Петрозаводск обеспечить вот этот режим подготовки земельных участков, чтобы население, жители, которые получили участки, потом не страдали от того, что у них там пустое непаханное поле, ни сетей, ни дорог. Это будет очень сложно, так скажем, построиться в таком месте. Наша задача создать комфортную среду для проживания. Новые границы города должны быть утверждены в декабре 2020 года. Город прирастет за счет лесного фонда в районах Куковки, Древлянки и Птицефабрики. Новый генплан разрабатывается с расчетом на устойчивое развитие, то есть этих земель должно хватить до 2025 года. Юлия Степанова, Александр Борисов, Владислав Будников, САМПО ТВ, 360. Наш новый эко-герой Сергей Симонов – старший научный сотрудник Института биологии Карельского научного центра. Его команда разработала свой механизм по переработке пластиковых отходов без горячего плавления. Идею нового устройства Сергей позаимствовал у птиц. Кандидат биологических наук Сергей Симонов приехал в Карелию со своей семьей из Ижевска более 13 лет назад. Сейчас трудится в Карельском научном центре. На его счету уже три гранта и два патента по зоологии. Во время работы на берегах Ладожского озера ему пришла идея о новом методе переработки отходов. Мы провели исследование на Ладожском озере, где все острее встает проблема замусоренности территории, замусоренности тем, что выбрасывает Ладогу, прежде всего это пластик. Ну и так, глядя на то, как птицы строят гнезда из того, что, скажем так, в том числе выбрасывает человек, мы подумали о том, что можно получить с этому у них и попробовать решить проблему их путем, то есть попробовать что-то построить из этого же мусора. В 2015 году исследование по переработке пластика под руководством Сергея получило грант президента России, затем патент на создание специального оборудования. Новый способ позволит получать вторичный термопластический материал без классического метода горячего плавления. Здесь может быть использован пластик любого вида – бутылки, упаковки и пакеты. Берем пластик, прессуем его первично, нарезаем на полоски, перемешиваем, прессуем до рабочей толщины, прошиваем эндентрами, то есть это раскаленные иглы, и получаем на выходе листовой материал любой толщины с различными свойствами теплоизоляции, паропроницаемости и прочее. В отличие от традиционного способа, метод создания нетканного дышащего материала более экологичен. Преимущество этой технологии перед классической заключается в том, что мы не подвергаем весь материал переплавке. Переплавка сопряжена, во-первых, с большими энергозатратами, во-вторых, с выбросом довольно вредных веществ. В данном случае точечное плавление раз в 10 снижает и энергозатратность, и, соответственно, выброс вредных веществ. Такой способ обработки гораздо дешевле классического. Благодаря ему можно создавать товары как для домашнего использования, так и для промышленного. Устройство еще на этапе разработки опытного образца. Материал планируют собирать во время различных экологических акций. Сам Сергей уже давно является постоянным участником акций «Сбор мобиль». Он не только сортирует мусор в домашних условиях, но и вывозит отходы во время работы на природе. А в районах Карелии свои проекты и свои события. Все это в нашей подшивке. Начались работы над проектом восстановления церкви во имя святителя Николая Чудотворца в поселке Салме Петкеранского района. Специалисты проводят комплексное обследование храма. Проект планируется закончить к весне. После этого можно будет приступать к реставрационным работам. Для сегирского ЦБК навигация завершилась абсолютным рекордом за минувшие 10 лет. Совокупный объем принятого за навигационный период сырья превысил 294 тысячи кубометров, что на 45% больше, чем в 2018 году. Музыканты Карельской государственной филармонии привезли в подарок воспитанникам Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей города Сартовало, большой телевизор. Его приобрели на средства, вырученные с продажи билетов на фестиваль «Русский Алла Симфони». Потратить доходы от концертов на благотворительность предложил глава Карелии Артур Портенчиков. В посёлке Хитала открылась новая детская площадка. Проект удалось реализовать благодаря участию поселения в программе поддержки местных инициатив. В тот же день в местном доме культуры завершили ремонт фасада. Деньги сумело привлечь первое в Алденпохском районе территориальное общественное самоуправление, или сокращенно ТОС. В посёлке Шуньга жители порадовали своим выступлением легенды советской эстрады 70-80-х годов, солист Виа «Поющие сердца», «Голубые гитары» и «Акварели» Игорь Офицеров и солист ансамбля «Песниры» Михаил Долотов. Вместе с артистами жители посёлка пели про птицу счастья завтрашнего дня, как листья жёлтые над городом кружатся, про Вологду и Беловежскую пущу. Организовать концерт помогло карельское землячество в Москве. В понедельник Костомукшу настиг неожиданный снегопад, который стал поводом серьёзно поговорить о качестве уборки города. В результате на уборку городских магистралей с 20 ноября выйдет новый подрядчик. Его определят в ходе аукциона. Ругозерский кукольный театр «Ауринка» стал лауреатом Всероссийского фестиваля семейных театров «Сказка приходит в твой дом». Постановка по мотивам карельской сказки «Овод и козы» стала победителем в номинации «Лучший спектакль ручной работы». Легко и непринуждённо они начали свой гастрольный тур по России. Стильный квартет из Литвы «Суптилу-Зет» дал концерт в Петрозаводске и привёл в восторг наших эстетов звука. А дальше Вологда, Москва, Екатеринбург, Ижевск, Пермь. Выходят на сцену музыканты почти каждый день. Литовские артисты готовы к этому и говорят, музыкальной энергии много не бывает. О том, как прошло выступление в Петрозаводске и довольны ли им музыканты. Фрагменты концерта и интервью без комментариев. Реакция публики нас очень порадовала и тепло. После первого праздника нам было уже гораздо комфортнее стало играть, потому что тепло очень. Когда в зале хорошо, так и нам хорошо. Знаете, так-то бывает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова У меня этот наш национальный духовой инструмент называется бербиня. Бербиня, да. Этот маленький, это такая, ну, флейточка. Она называется по-литовски лумзделес. Потом там еще укулеле было, да. Там этот... Шейкер. Шейкер. У нас два аккордеона, это понятно, у меня и у этого коллега рядом сидел на сцене, и барабаны с перкуссией, бонго, по-разному бывает, в зависимости от произведения меняются такие окраски, чтобы были разные. Мы не делаем по оригиналу, мы делаем так, чтобы они были интереснее и уже как и наши композиции. Ну, так получается, но нам не нравится играть просто вот, взял мелодию и поиграл ее. Нам хочется, чтобы вот что-то сделать, чтобы они стали нашими, кипер, мусу, вяйду. Как наше лицо, мы все равно должны принести свои какие-то мысли, идеи, то, что рождается в голове во время исполнения, и тогда они становятся нашими, не отдельными от нас, скажем так. То есть, вроде знаменитые какие-то, знакомые мелодии, но в то же время, а что-то по-другому вроде как. И вот это по-другому, она вот так рождается на репетициях. КОНЕЦ Такие новости. Хороших вам выходных. Оставайтесь с нами на телеканале Сампо ТВ 360.